Музыка Я зовут Олег Севаренко, я отвечаю к российскому Адобе за технические стороны работы того, что называется настольные приложения. То есть все то, что вы используете своими руками, потому что это далеко не все. И я, наверное, приступлю. Начну с того, что, в принципе, наши слова, может, так для кого-то понадобится, но может, что-то и не задумывается, что каждый день большая часть графики, видео, интерактивов, все вопросы, которые вас окружают, и же клиенты от рекламы на автобусы, тоже в главу вашей руках. Это продукты нашей компании. Мы этим, конечно, не вольтемся, но это наш смысл. То есть мы даем вам инструменты для того, чтобы вы реализовывали свои затеи. В этом, собственно, вся сергейля заключается. И это же на разных наградах, когда вы пускаете шестой сверху. Вот на этом хочу оставить чуть подробнее. Вот то, о чем многие не знают. Именно вам это может быть очень интересно. Потому что одно дело – компетент создать. Наставить его работу, сделать его красивым и так далее. Но, если вы на этом зарабатываете деньги, им очень полезно знать, как он будет использоваться дальше. Смотрят его или не смотрят. Если помнят, какие разделы. Если смотрят эти разделы, поднять их, сделать заметнее, по сравнению со всеми остальными. Если в этой видеоблога какая-то, то домохозяйка 40-летний увидит одну рекламу, а молодой байкер увидит совершенно другую на одном и том же сайте. И так далее. Это связано с аналитикой, о которой вы знаете немало, но это идет гораздо дальше. И это большущая сторона нашего бизнеса, о которой пока мало слышно, в силу того, что мы, в основном, отредны большими компаниями. Но это будет все более и более заметно. Это, примерно, плавник того, чем мы занимаемся. Но вторая плавник – это то, что вы прекрасно знаете, инструменты создания контента. Это и есть эстетическое умение. И когда мы каждый год стараемся выпускать новую версию, или раз в два года, мы стараемся чем-то вдохновляться. Что вам нужно, что потребуется вам в работе для того, чтобы этот релиз был полезным. И сейчас нам в основании стало свободно творчество. Два года назад появились айпэды, и мир преобразился. Если дать вам очень много было речи о смерти крипта, то, наконец-то, это стало можно почувствовать в руках и примерно прикинуть, когда что случится. Но айпэд – это не только соусспрессное отображение информации, это еще и инструмент для работы. И я поговорю сегодня о одних сторонах. Кто наши пользователи? Кто вы? Какой себя вас представляет? С одной стороны, это дизайнер. Вам нужна красота и мощь дизайна, чтобы я ни в чем не вылескорбовал. Но при этом перед вами задача – делать дизайн от печати до мобильных приложений каких-то, до приложений для планшетов, до веб-страниц и так далее. Хочется, чтобы качество реализации было уж, по крайней мере, примерно одинаково. Очень много веба это не было возможно, но слово HTML5 засвечит чаще, чем некоторые другие популярные слова русского языка, что удивительно. Поэтому вы понимаете, что пока с оформлением, наконец-то, переходит и в этот мир. Мы больше не связаны с шаблонами CMS. Поэтому мы хотим построить эти все. Здесь, опять же, это неправдный вопрос. Вам приходится следить за огромным количеством технологий. Те же самые HTML5, CSS3, JavaScript, AyaC, всевозможные и так далее. И все развивается очень быстро, уследить за всем почти нереально. Поэтому мы хотим пристать в этом вопросе так же, как делали до всегда. Мы хотим делать инструменты визуальные, чтобы вы могли творить, рисовать, создавать, макетировать, дезамерить и так далее. А код, который перед вами образуется, это то, что мы берем на себя, чтобы он был технически корректным и не требовал от вас большого внимания. Опять же, внутри, под крышей всего этого, те самые новые стандарты. Видео. Это довольно интересная тема. Потому что у каждого из нас сейчас в кармане по мобильному телефону, который может снимать HD видео, качественно, выше, чем телевещательный. Грех тем не пользоваться. Конечно же, мы и пользуемся. Но если посмотреть на этот процент людей, которые деньги на этом зарабатывают, то им нужно, чтобы процесс был удобен. Чтобы можно было взять видео из мобильника, из профессиональной видеокамеры, какой-то там Red 5000 пикселей в одном кадре. И чтобы это просто было обрабатываться на тратче. Это немножко темно и на сегодня, но видеоинструменты наши позволяют делать это без дополнительных усилий. На одном таймлайне. Любые форматы вместе, без перекодирования, сразу работают и позволяют решать наши задачи очень-очень быстро. Со всем ускорением, которое необходимо. Ну и фотографы — наша самая лояльная аудитория, кого он всегда нужен. Это для кого, в первую очередь, Photoshop, но также и многое другое. Но, однако, а Photoshop прихватывает в другой раз, потому что слишком много интересных тем до сегодня. Итак, что нам нужно? Нам нужно уплачать творческие идеи, но в любое время в любом месте. Мы хотим делать фаншет тоже творческий инструмент. Сейчас я не только на этом восстановлюсь. Мы хотим отморажать контент на любом устройстве. Будь это V, принт привычный, но и те же самые фаншеты. Даже если вы вынуждены расстанавливаться в какой-то совершенно новой сфере. И, наконец, скорость. Производительность. У нас 64-битные компьютеры, 64-битная операционная система грех этим не пользоваться. Однако это изряднейшие инженерные усилия, чтобы программы стали поддерживать эти технологии. Мы вкладываемся в эти усилия. И в результате большинства наших самопроизводительных программ, вошадок, они поддерживают все эти технологии, плюс ускорение с помощью видеокарм. Один из процессоров, что не понимаете, слишком ценный ресурс, чтобы им не пользоваться. Вот мы в этой вкладываемся. А теперь чуть-чуть покажу, как вам сможет выглядеть работа на планшете, если это для вас не более чем фантастика, а планшет не более чем инструмент для отображения. Сейчас я покажу вам пару приложений. У меня здесь несколько... На самом деле все, что у меня на экране, это приложение Adobe. Я хочу относиться к тому, что вам чуть ближе. Это приложение называется Proto, название более-менее говорящего. Приложение для прототипирования. Кто-то из вас может сейчас посмотреть и решить, что это игрушка, не более. Хочу вас то забедить. Представьте, это как салфетка, которую вы рисовали раньше в конфессе с клиентом, с которой потом все можно было переносить, а куда-то там еще. Так вот эта салфетка вполне функциональна. Я для начала покажу, как это работает, а потом скажу, как это можно насмотреться. Копейте ритм после настроек. Это не самое главное создание моего проекта. И начнем что-то делать. Вот я с ним обсуждаю в том же конфе, что у меня было. Допустим, сверху страницаходит банка. Рисуй его пальцы. Пожалуйста, он на котов. Где-то здесь будет видеоплеер. Пожалуйста, вот видеоплеер. Немножко не попал. Сейчас возьму и его, когда я там перетащу, или сейчас. Вот таким вот образом. Или небольшой ресейс его сделан. Можно делать очень аккуратно. Хорошо. Где-то здесь у меня подходит заголовок, допустим. А здесь у меня пойдет текст оборной. Пожалуйста. Пора создать следующую страницу. Допустим, это была индексная. Вот это не индексная. Вот. Где-то здесь я размещу, допустим, какое-то будет у меня меню. Например, верхнее. А под этим меню будет находиться изображение. И опять же какой-то текст описания. Процесс примерно понятен. А вот это гораздо ближе, чем нет. Скорость сайта не боится. Самое приятное, что если с вами сидит при этом заказчик, и выкуплены, что я своим пальцем, что это подверг, и он с удовольствием согласится, она пути назад не будет. Вот скажем, ты же сам так сделал. Вот. И поэтому есть еще и такая история. Так и иначе здесь элементы здесь живые. Это еще раз больше, чем на игрушку. Если я выберу элемент меню, я увижу здесь, что у меня выбираются линки, куда находятся эти элементы, и я выбираю, на какую страницу будет переход. Соответственно, если я отсюда линкую на индекс, в том режиме просмотра я смогу уже, нажав здесь на какое-то у меня меню, мне было третье, четвертое? Второе. Второе. Вот оно, внимание, разработчик. Кром. Мы видим, что это живое, это в плане работоспособное. Что с этим делать дальше? Дело в том, что этот формат прекрасно поднимает рембривер. Это скелет. Этот прототип можно перенести в рембривер и выполнять уже реальный контент. Это живые дивы. Пожалуйста, втыкаем разображение, втыкаем текст, выключаем стили, работаем дальше. То есть это время не будет потеряно зря. Это прото. Еще хочу показать, что даже старый новый фотошоп приходит на планшет и стал уже на раз больше, чем игрушка. Кстати, хочу остановиться на разнице. Вот приложение фотошоп из экспресс. Вот оно, в серединке. Оно бесплатное. Оно позволяет какие-то базовые корректировки. Можно стать даже на телефон. Она не настолько интересна. Я говорю, что даже этот тач, который гораздо более полноценный. Как может выглядеть работа? Допустим, я сейчас создам какой-нибудь новый проект. Я, допустим, скажу, что давай-ка мы создадим новый такой вот кемос. В нем добавим новый слой. Допустим, это будет фотослой. Здесь я, пожалуй, с камеры. Сейчас с удовольствием. Кого-нибудь из вас сейчас смогу. Вы не против? Вы не против? Модель для этого. А меня? Следующий. Да, конечно, спасибо вам. Что с этим можно сделать? Опять же, мы можем взять и поработать с этим изображением достаточно полноценно. Например, рисуем инструмент выделения, который не имел смысла на стольных машин, на дискотт, однако здесь он становится обратно. Это специальный инструмент выделения. Допустим, я скажу, что я хочу оставить и нарисую в очень огромную линию контур внутри силуэта нашей прекрасной модели. Выберу второй инструмент и обведу тот контур, за категорами которого все читать лишнее. Прошло какое-то время подумать, вот это готовое выделение. Я могу с ним работать, могу его уточнять и так далее. Но сейчас это не главное. Я просто скажу экстракт и получил некий результат. Теперь я, допустим, добавлю какое-то еще изображение, но уже не с камерой. А, допустим, я скажу из местных фотографий выбрать какой-нибудь фон. И, например, выберу вот это изображение. Соответственно, то, что я здесь размещаю, у нас в глазах превращается в коллаж, который, конечно, в качестве выступает фотошопом. Но вспомним, что и эта информация фотошопа доступна. Через облако можно это закидывать в фотошоп достойный и там уже работать с той точки, которая нас устроила. Так что вопрос об игрушках. Мы хотим, чтобы планшет стал абсолютно малоценным инструментом, который вам помогает в повседневной работе. Тем временем, движемся дальше. Значит, вот те вещи, которые мы пытаемся закрыть. Работа со множеством устройств, дизайн интерактив на всех из них, публикация во множество каналов, чтобы это не было от видео, планшетов до приложений и так далее. Все это своего рода каналы. И, наконец, аналитика рекламы, то, что мы собираем, называем монетизацией. Потому что эти вещи не праздные. И вы хотите, чтобы сайт хорошо работал, чтобы туда приходило больше людей. Чтобы больше из них, смотрев на эту продукцию, например, совершал покупку или нет. Но и мы это тема отдельного разговора. Имейте в виду, что мы этим занимаемся. Наконец, что такое крейтицы? В первую очередь, конечно же, это способ для вас сэкономить. Потому что это инструмент для профессионального профессиональной индустрии, скажем так. Вы зарабатываете ими деньги. Они не могут стоить дешево, потому что мы позволяем себе отпустить лучшие мозги на их разработку. Тем не менее, покупать по отдельности две-три программы однозначно не будет выгодно. Потому что 10 и больше программ в одном пакете есть крейтицы. И они целятся в разные категории. У примера принт-дизайнера много, как пицца, вы простой вариант дизайн-стандарт, а большинство уже из вас внутри привлекательных будет дизайн-вебный период, куда входят программы из этого списка. Собственно, здесь основные программы перечислены всего в 14, и по-разному они комбинируются с тем, чтобы решать ваши задачи. Среди них вам новых. Не касается сферы видеоразработки, в таком подробно об этом не буду. Одно тут называется прелюд, и как подсказывают его названия, это что-то, что происходит в самом начале. Так вот это прелюдия, речь о том, что при съемке, как правило, информацией о материале владеет один человек, который на съемке присутствовал, а монтажист этим человеком абсолютно не является. Поэтому кто-то должен передать информацию о том, какие кадры у вас хорошие, какие веки удачные, какие неудачные, сопроводить с какими-то комментариями, привязанными ко времени и так далее. Эту работу можно обстановить очень быстро и эффективно, так что даже в мечом человеке не причастен к видеомонтажу сначала, сможет это легко разобраться. А результат уже бросается в пример, и там дорабатывается профессионально через техническую точку зрения, эстетическую. Второе решение — это SpeedGrade. Это продукт компании Irines, которую мы купили в прошлом году, которая занималась одним единственным делом — суперпрофессиональной цветокоррекцией видео. Дело в том, что для этого у нас же имеется терминокоррестник Great, в отличие от correction, которую мы знаем, потому что это наведение, скажем так, финального носка в видеокартинке, придание колорита, допустим, стилизации под, не знаю, под окром 70-х годов какой-либо. И это то, чем занимались очень статилизированные программы, стоимостью порядка 40 тысяч долларов, столько стоило это до приобретения дома. И в ваниловой инфекционе может быть 200-300 человек, которые могут валить земля. Мы решили сделать это доступным для всех из вас, поэтому сейчас этот продукт входит в продакшн-премиум, по кем для видеографов, в первую очередь, ну и конечно, мастер-колледжер, который помнит. И позволяет попробовать все эти вещи, последние технологии, вычисления с цветом, с полной еще эту запятую, это дает огромную точность. И применить это для себя. Соответственно, вот, что мы закрываем. Единственное, что я с этим не проговорил, это то, что ускорение, вот эти вот дешки мертвые, это то, что сейчас люди путают. Это действительно просто маркетный термин, за этим не стоит какая-то конкретная технология, это просто собиратель. Доступ к производному количеству памяти в системе, 64-битные операционные системы имеется в виду, 64-битные вычисления процессоров, поддержка графических видеокарт. По большому счету, это речь об этом. Собственно, вон состав программ, но я не буду подробно об этом говорить, вы всегда можете посмотреть на сайте. Вопросы о сайте, сразу хочу сказать, что, какие ресурсы доступны вам, чтобы познакомиться с тем, что вы уже предлагаете. Собственно, сайт у нас отмельцов достаточно стандартного, поэтому в разделе продуктов вы можете почитать про любой раздел, который вас интересует, все найдете. Но самое ценное вот эти два момента, загрузки и справка. Загрузки – это ваша возможность на 30 дней скачать себе бесплатно, официально, легально, практически в любые наши продукты. Тоже у нас в колледжах, находят все эти программы. 30 дней вы можете свободно с ними экспериментировать, а что даже не было и бесполезно, в разделе справки вы найдете полнейшую онлайн-справку 24 часа в сутки, бесплатно, для любого пользователя будущего или нынешнего, описание всех и всех возможностей наших программ. Можно скачать по дереву и читать ее спокойно дома, можно на обычный поиск, который заценивать и не вас учить. Лично это ценнейший ресурс. Соответственно, все, что локализовано на русском, за тяжеление, это не все. Справка также будет доступна по-русски, что-то будет только по-английски. Помимо этого, специально для вас будет интересно. А то вы флагуете на круглую усилию в поддержку HTML. Это интересный вопрос, а что будет совершен, а при чем здесь HTML, при чем здесь Adobe и так далее. Какой для нас это абсолютно стратегическая история. Потому что Flash, мы как любили, так и любим, но Flash нужно специализироваться. По той причине, что если раньше ему не было альтернативы, он был первым, кто предложил анимацию в Мэге, он был первым, кто предложил интерактивность и так далее, со всеми своими плюсами и нервисами. HTML развивается очень быстро. Да, HTML 5 это еще не стандарт, но примитивная анимация это то, что он уже абсолютно поддерживает прекрасно. А плюс этого в том, что это поддерживается повсюду. Услышает все ограничения на этих же iPad, iPhone и так далее. Поэтому никакого смысла бороться с этим нет. Мы считаем, что будущее за универсальными технологиями, поэтому вкладываемся в HTML очень активно. И то, что вы здесь видите, это будущие продукты, которые будут все заметнее, поверьте, как идет время. Если кто-то из вас, кто из вас слышал такое название «Edge»? О, есть там очень хорошо. Вот, собственно, для вас чуть-чуть знакомы первые годы. Этот продукт запустился официально, наконец-то, его обэтотестирование закончилось. И тут есть хорошие новости и плохие. Я сначала расскажу про плохую, а потом расскажу про хорошую, чтобы немножко пилюлю подсластить. Так вот, этот продукт распространяется так же, как официально, распространяется по новой модели, подписка, которую красиво мы пока внедрить не можем. Там эфистические ограничения, которые не позволяют нам продавать это официально, как можно заставлять частью мира. Но как только мы это покроем, я надеюсь, это уже не сгорает. Нам это тоже будет доступно. Смысль в том, что за фиксированную сумму в месяц в штатах это порядка 50 долларов, по-толго тысячи рублей, я не знаю, что. Пользователи получают доступы ко всем-всем-всем программам Master Collection, плюс ко всем этим тревестям, которые мне входят в Master Collection коробочки. И, соответственно, столько времени, сколько вы с нами, мы вам это доступно без ограничений. Сейчас у нас есть версия CS6, завтра CS7. Если вы с нами, то CS7 вам полагается автоматически в рамках экумобиля. Поэтому мы должны вместе как-то это случиться, предвосвечая вопрос, что это такое и когда вы это получите. Мы не знаем, но очень хотим это применить. Сами работы занимаются вот чем. И это же, это средство подобное, флэшу, для анимации нативной HTML. Ничего, кроме HTML, CSS3 и JavaScript. Результаты могут вас очень-очень порадовать. Потому что то, как далеко зашли эти технологии, для кого-то, даже из профессионалов, иногда является открытием. Сначала я покажу то, что я сделал накануне из серьезных заготовок. По сути дела, все, что вы здесь видите, абсолютно бесслышаем. Мне кажется, работает на планшетах в том числе. То есть тут мы видим простую анимацию. Тут мы видим какие-то тоже бреты-вылеты. Причем вложенные, если видите, символы. То есть эти ножницы, они у нас могут прибернуться. По мере, там только остальные вещи просто влетают. Ножницы там еще свои вот эти дела делают. Вложенные давай, но у нас нет проблем. А здесь уже интерактив. То есть тут у нас какие-то входы-выходы, опять же, обработка событий и так далее. И вот эти вот вещи также используют и такую вещь, как Typekit. Еще один из новых сервисов Adobe, компания некогда независимая, которую мы купили, для развития данных фонтов. И если раньше мы активно конкурировались с Google Fonts, то сейчас у нас новый проект, который будет вместе с Google Fonts. Занимаемся развитием этого прекрасного будущего. Чтобы раньше все кто-то был выше, чтобы поддержка символов наборов, в том числе Кириллица, была шире и так далее. Это совсем новая история. Так, иначе эти шрифты, они динамические, подсосанные из статики так. Как видите, я все это могу выбрать, скопировать, все это индексировано. Поэтому необходимость в картинках становится все меньше и меньше. Если мы вернемся к этой страничке HTML, скоро ожидается выход продукта, который будет отвечать за flexible grids. Вы знаете, что он такой дизайн. Как по-русски реактиве, да? Он раздавается, например, на ресторансе. По сути дела, когда происходит пробок решения на экраны, и, соответственно, этому меняются вещи, которые мы наблюдаем. Если мы посмотрим на этот пример, то увидим, что здесь, по мере того, как экран стандай... Одну руку несколько удобно. Наверное, мы идем клеить, перец будет поудачный. Надеюсь, сейчас подгрузится. Так или иначе, то, что мы здесь видим, то, что мы здесь видим, то, что мы здесь видим, и происходит пробок решения страницы. Мы видим, что из размноженных, то, что мы видим, котлеты, булочки, лука, мактука, что там еще сыр у нас, начинает собираться чиндерги по мере того, как мы это делаем. Сейчас средство разработчиков позволяет создавать это не просто полноценно, а визуально. Вы можете мало что принимать пробовый код, с которым идет спередостроиться. Но это можно делать в таком работе, как Кэмш. И, например, вот такую вот бросилку увидеть, как то, что я сейчас тут хочу показать, вот эту вот историю. Сейчас вот запрещу, прямо в браузере. Я накидал буквально сейчас за 10 минут, и в фойе, а, ну, естественно, шрифт потелочек отсюда. Так или иначе, вот все тоже сделано буквально за 5 минут, абсолютно визуально, по принципу флеша. Но это не флеша. И, постройству, этот продукт уже очень богатый. Уже автоматически реализуется адаптация под разные шевины, чтобы наши модели не были статичными. Опять же, можно и так далее, и так далее, в том ключе. Если сейчас суммируем немножко какие-то вещи, которые комплектно выберут санды и главы в этом релизе, наверное, это то, что вы здесь видите. Это многое производительность. И тут в первую очередь речь идет об иллюстраторе. Потому что иллюстратор наш старожен, который был названием «Доклады», а ему 25 лет в этом году. В нем копился старый код на протяжении всего этого времени, который практически импортируется в современные системы. Поэтому мы приняли волевое решение переписать порядка миллионов строк кода, которые в нем копились, сделать больше тысячи рогиков приложений. Поэтому теперь он поддерживает предварное количество партийцев, только в одном из стоков и съездок. Устойчивость выросла на порядок, кульварительность тоже. Удалось удалить интерфейс, потому что все, что к нему не хватало, убиралось именно в этих отличий. И теперь проложено площадку к тому, чтобы он развивался дальше. Пожалуй, с точки зрения набора фич, иллюстратор получил меньше других программ в апреле этого года. Но это именно такая работа «groundbreaking», что называется, по-английски, закладывание основ на будущее. Также там появился новый способ создания паттернов, и если вы пользуетесь этим приемом, когда, знаете, обору подобного узора, повторяющегося, всегда работа с ним была симпатична, потому что это хороший английский прием, но всегда делал много памяти и в результате, и при разработке. Потому что повторение большого количества объектов на большой площади эту память поедает. Так вот это теперь по новым технологиям переписано, работает очень эффектно и эффективно, поэтому предлагаю вам с этим подробнее познакомиться. Кстати, к разговору о том, где? Обратите внимание, вот на какой ресурс. Это ресурс, который называется Adobe TV. Собственно, так вы его можете вызвать, Adobe.TV. Это своего рода YouTube от Adobe, который предлагает вам десятки тысяч роликов от самых высших спикеров, юноюберистов, мира, специалистов этих вещах. А формат, там, не знаю, 3-5 минут по конкретной фиче до, например, часа или полутора своего рода курс, где можно реально чего-то научиться за это время. Поэтому тут можно работать, выбирая какие-то продукты, которые вам интересны. Канабы, так называемые, это, допустим, роддизайн, разработка для приложений и так далее. И в таком случае мы можем что-то находить. Кстати, у приложений у нас можно разрабатывать непонимание, чем он в том же X-коде или в разработке на андроиде и так далее. Потому что мы выбрали себе три, по большому счету, главных подхода. Первый подход идет из флеша. Вы, наверное, знаете такую технологию, как ER, но это, по сути, флеш в системе, без плагина. Так вот, эта технология, она универсальна. Она работает на всех платформах без исключения. Она работает на доступных машинах Windows, Macintosh, Android, iOS и так далее. Потому что, собственно, плеер своего рода, его критатор кода, он ставится внутрь приложения. И поэтому можно сделать, как-то прописать всю логику оформить все флеши, экспортировать это в одно нажатие во все четыре программа. Приложение доступное, приложение адроидное, приложение iOS. Это флеш, но работать будет прекрасно. Будет там многие лидеры, особенно среди игр, на фсторе, это на программу написано на флеша. Можете удивиться. А возможно, это дело и то, что флеша специализируется, как я сказал. Если примитивная вещь уходит в HTML, и туда ему дорога, это правильно, это разумно, то флеша нету равных в плане защиты видео и трансляции потокового видео максимального качества. Например, такие ресурсы, которые препятствуют как ivi.ru, nao.ru, которые не боятся транслировать голливудский контент через второй день после его выхода. И единственное, которое авторизовано это делать в голливудске студии, это как раз решение от Adobe на флеша построено, потому что есть сервер. Это одна странная вопрос, где флеш не легитравлют. Старая соревнования это 3D, но 3D требует вычислений, поэтому флеш теперь надивно работает с возможностью на каждую платформу. Есть специальные экстекшены, которые работают с возможностью на комплектных отрубленных устройств, с возможностью на достойных компьютеров и так далее. В рамках того, что у них возможно. Помимо флеша привожения теперь можно создавать даже 3D, потому что 4D теперь сервис связанный с отзором, потому что мы купили компанию, хоть она развивается независимо, и по-прежнему он подкрыт. И результат этого сотрудничества стало то, что вы можете не владения каким-то программированием, а чисто кодингом веберсом, скажем так, HTML, влечом скриптовом. Вы можете сделать что-то в Dreamweaver, чтобы обеспать сайт и бесплатно всем показываться, мобильнее веберси. Но вместо этого вы можете упаковать HTML-код в виде приложения, опять же, на один платформу, который я упоминал. И уже сделав это приложение, вы становитесь вольны, допустим, обозначить цену и придумать ему еще какое-то применение, которое считаете для себя оптимальным. Соответственно, этот цепс называется Fodger Build. Вы можете пользоваться им независимо, но можете пользоваться HTML-код из Dreamweaver, если это ваш инструмент для разработки. Пользоваться им в ссоре, потому что кодинг делает очень чистый, а главное удобство работы. Потому что это один из немногих инструментов, который содержит внутри себя кодинг-двешковый китай, поэтому имеет возможность показывать вам капку, так и живую в странице, которую вы делаете, вживую в мобиле того, как вы разрабатываете, собрать на связи между элементами. Соответственно, это все отключаемо, настраиваемо и самое главное, что очень удобно. Это приложение из Dreamweaver. И, наконец, когда появились IPB, в первую очередь нельзя представить издатели. Не знаю, кому идея стоит это сторона бизнеса, это сторона дизайна, разработка журналов и журналов подобных вещей. Но последнее это очень-очень-очень. И могу сказать, что в последнее среди вакансий на всех издательских сайтах разработчиков, точнее, разработчиков, а межстатчиков по DPS, но это точнее и радио в ситуации. Очень востребованные вакансии. А DPS это диджитно паблишер-свит. Это настройка к индизайну, которая позволяет обычному межстатчику уделить дизайну, кроме дизайна, не знающего ничего, продавать пользоваться им, освоив порядка десяти интерактивов, которые каждый из них набеживается за пять-десять минут. Таким образом статичные страницы грубо говоря разукрашиваются этими с источками и колокольчиками. Но я не хочу переборять на свойство, потому что результаты я вам сейчас некоторые покажу. Вы удивитесь, как далеко можно будет продвинуться. А прелесть этой истории в том, что до этого работа дизайна и вештайщика заканчивается, контент создан. После этого он упаковывается в приложение компании Adobe для подписчиков этого сервиса автоматически. Человек получает приложение iosub, либо адроид, и уже дальше один на один общается с площадками, размещает его по той цене какой хочет и получает возможность пополнять эти выпуски новыми номерами, в смысле эти киоски, скажем так, по мере того, как те появляются. Сейчас я стараюсь еще раз показать. Сейчас вырастает. это было сделано чисто в рендизайне, это было сверстано руками. Есть как раз папка для DPS-приложения, я открою журнал «За рулем», они с нами со стадии раннего бета-тестирования съели на этом собаку. Делать свое дело очень хорошо. Сейчас я в киоске выбираю нужный выпуск и буду его читать. По большому счету тип контента журнальные. То есть это богатый верст, много оформлений, не шапланированное, краткое объяснение того, как этим пользоваться. И вот, собственно, что они пытаются объяснить. Вот этот интерфейс позволяет с из-за пищевого полета поставить преднужденную статью. Соответственно, мы видим и описание какие-то там метаданные. Можно выбирать также вот так. Можно обращаться к каким-то закладкам, которые что-то показывают. И вот, собственно, этим я сейчас и займусь. Вот, например, я начинал читать какую-то статью. Почитал здесь. Вот начинаются вещи, которые без программирования, без написания единой строчки кода, чисто визуально сделаны над дизайном. Соответственно, что-то там не стоит дальше, что-то там опять смотрю. Можно посмотреть на то, как выглядит сравнение трех автомобилей. Например, избыток текста это то, что мой дизайнер никогда не любил. Соответственно, текст может прокручиваться. Опять никакой программированный. Посмотрим здесь. Три машины, три салона. Почему бы не сомнеть их таким образом? С точки зрения реализации это просто примитив. Это раскатровано порядка 30-40 кадров, которые автоматически подсосаны из папочки. Сполнение реализовано этого дизайна это даже не 5 минут, 3. Конечно, заготовить этот морфинг где-то нужно сделать, где-то нужно было, но это уже отдельная задача, которая решает среди людьми, которых исправлено вместо растут руки. Соответственно, если мы посмотрим дальше какие-то вещи, например, можно посмотреть интерфейс, интерьер машины. Можно это сделать таким образом, не попадая в салон. Опять же, реализация примитивнейшая. Подключается папка шести изображений. Стороны кожи, северо-осток-запад-юг, вверх-вниз. Как подготовить вопрос ответа, но опять же, не астрофизика. Это достаточно просто освоить. Достаточно просто сделать. С точки зрения дизайна, что эти изображения не точка. Результаты вы видите здесь. Это может быть очень красиво, это может быть очень наглядно, это может быть очень познавательно. Видео, аудио, эти самые интерактивные эффекты. Поэтому, многие считают, что это будущее издательство, а мы со своей стороны даем инструмент разработки контента и дизайна, и инструмент публикации всего этого. это у нас уже дичито-паблишер-сквит, который мы называем DPS. Скажите, пожалуйста, на паблишер-платформе, то есть там люди могут пользоваться только вашими интерфейсными средствами, но в этом смысле, что вы показали несколько эффектов, и для этого есть какие-то библиотеки, плагины, я не знаю, как вы это называете, внутри, да? Экстеншены, вот, а можно ли создавать свои? Хороший вопрос. То есть, ну, то есть, да, умеем мы крутить фотогалереи, умеем мы крутить салоны и делать морфинг, умеем скроллить текст. А если есть своя идея? Очень хороший вопрос. У меня, наверное, для вас два ответа. Во-первых, никаких EPI есть, но здесь ни отдельно из них не используют. Это стандартный, экстронный инструмент и дизайн. Такие же, как в любой программе, которую вы ежедневно пользуетесь, на уровне стандартного функционала. Второй момент, заготовка контента. Вы должны делать как угодно, как удобно. Но, если вы сталкиваетесь с эффектом, который у вас нет, вот сейчас я вам, например, покажу пример того, что не реализуется стандартным образом. Все, что сделано из него пятого и поддерживается платформой как таковой, все это стандартно абсолютно стыкается на дизайнерское приложение. Потому что там есть такое понятие, как веб-оверлейе. Оверлей — это любой интерактивный эффект. Я просто уже этим сружеком пользуюсь. И можно вставить HTML в какой-то раздел на странице, а можно целую страницу в обход ин-дизайна, HTML, подключить. Все, что поддерживается в Аккетинге. А это работает с внутри-паблишером платформой в Аккетинге. Да, я могу многих примеров показать. Вы свободно выбираете то, что вы хотите делать в визуальном ин-дизайне и то, что вы готовы кодить, например, в каком-то другом приложении. Вот, например, сейчас я стараюсь вам показать, например, здесь вот эта вещь. Вот эта транзинша, вот этот переход, это JavaScript с HTML, который написан отдельно. Видно по плохому антиалису, по уголкам. Ну, может быть, да, это не написано где-то, не дооттимизировано, это не самое главное. Речь о том, что вставляется эта нора. Посреди страницы ин-дизайновской и странишься именно на объект без каких-то сложностей. А что касается дальнейшей жизни этого издания, то есть доставка, можно ли это разместить у себя, можно ли это разместить где-то еще. Там возникают у нас ограничения, но не столько из-за наших каких-то прихотей, сколько из-за политики площадок. Потому что мир держится в сторону планового контента, я буду явно охранять свои интерфейсы. Не секрет, что в этом причина запретов на флеш, который позволяет бы все это обходить. Гопин тоже не хочет вставать. Поэтому, безусловно, огромнейшее количество правил, которые они налагают. На подписки, на способ расстроения, на способ зарабатывания. Поэтому, это можно обсуждать очень подробно и много, но все, связаны с ограничением и профитомленность в этих мобильных. Вот. Так, тогда я вернусь еще к программам, которые у нас ждут. Я поговорю про новые, но хочу сказать и про старые. Потому что меня с вами рассказал биллестратор, который, я надеюсь, вы так неплохо знаете, он стоит 25 лет. Но меня удивляет, что достаточно мало веб-дизайнеров в нашей стране в курсе про файлвордс. В то время, как файлвордс это одно из самых крутейших средств прототипировано. Потому что вы можете начать работу с эскизом в растровую, потянутый с фотошопа, где можно это делать, где-то ревизорят. Также вы сможете сделать массу полезных вещей. Вы сможете навесить туда растровый векторный объект. Можете работать со страницами, со всеми в одном файле. И потом показать клиенту мобильный интерфейс, доступный интерфейс, флагшебный интерфейс и так далее. Вы можете это все стерилизировать уже с помощью CSS, хотя потом я немножко оставлю. Вы можете делать массу вещей и с эфирами, и с растрами, и с состоянием какие-то аяксовские вещи продемонстрировать, а не просто раунговые, как кнопки. Все это возможно. Делать это максимально удобно, потому что продукт очень табло существует. мы купим с компанией Микробейдер в конце 90-х. И по сути дела один из лучших. Если вы его не знаете, не пробовали, пожалуйста, скачайте себе триалфу, почитайте справку, на русском языке она доступна. Посмотрите ролики на Adobe TV и вы отвратите для себя целый новый мир, и ваш работ стоит реально гораздо удобнее. А я хочу сказать об одной новой вещи, которая здесь появилась, потому что если мы посмотрим например, этот элемент это элемент на рисунке поверх эскиза для оживления, скажем так, макета. Потом это можно на слайсе и превратить в рабочий макет в том же Дребиле или где-то еще применением док. Я, допустим, могу сейчас поработать с усуговками, скруглить их и, допустим, могу это сделать выборочным на противоположных сторонах довольно-никак 100 эффектов. Допустим, что-то такое. Ну, допустим, я доволен внешним битом на перисторе, что если я хочу, чтобы это был современный сайт, чтобы это не было изображением, а все было адаптивно, аккуратно и компактно. Мне нужен CSS 3, верно? Откуда я знаю, какой код, какие теги, какие пропорти отвечают за эти вещи? Какой пландер радиус? Да, конкретно, да. И знаю ли я, что на самом правильном пропорти называется пландер радиус? И как обратиться к двору, к двору? Для меня для меня в том числе 6-ом сошлых подвесей CSS 3, которая для меня адресовывается. Это такой, по-середному? Пожалуй, да, потому что технология тоже должна на этом разбираться. Технология будет перед выбором. Получшество строительства, оно здесь управляется. Если я знаю, на что я целюсь, я могу организовать выбор. Я просто пытаюсь реально представить ситуацию, я проектирую какой-то макет, да, и это же даже первоначальная разработка себе. Нет, нет, сейчас мне этот последний, просто не удержась, встанем лакомый кусочек. Конечно же, это уже финально стоит. Я могу запутать понять реальную ситуацию, когда мне нужен вот этот кусок кода для достающих, мне дизайнер. То есть, сказать... Как дизайнер? Как дизайнер? Займу пальцем и сказать все-таки борта радиус 26. Как дизайнер, вы имеете право не вылазить в эту палитрочку вообще. Как видите, инструменты визуально. Выборка инструментов иллюстратора, выборка инструментов фотошопа, очень крутые средства оптимизации размера. Вот в чем вы работаете как дизайнер. И делаете все визуально. Сделав свою работу, вы можете ни о чем не беспокоиться. Вы говорите своему технологу. Fireworks там, Fireworks запускаешь, смотри сам все необходимые проекти. Я вот планирую к тому, что сейчас же очень сильно делятся специалисты все живут, 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 живут и так далее. А этот продукт, Fireworks, прекрасный на самом деле продукт, если ты разбираешь со всех сторон, во всем. Но он, непонятный его аудитории, ну, мне непонятный, да, то есть с одной стороны это не фотошоп и не иллюстратор. С другой стороны это не среда для написания кода в странице. Вот. И вот этот момент, мне кажется, не дает, собственно, развиться этому. По поводу аудитории. Нет, на самом деле грандиозная аудитория, поклонник к форту, просто наша страна не так хорошо известна. Что это за аудитория? Это люди, в первую очередь, дизайнеры, да, то есть, которые занимаются визуальной этой историей. Просто какая перед ними задача? Они могли бы нарисовать этот фотошоп и работать с кучей отдельных пайлов и так далее. И не быть в состоянии вернуться к векторным элементам, например, которые должны остаться редактированы и модифицированы. Здесь же все, во-первых, в одном флаконе во вторых инструментах выбрали ровно те, которые нужны для адаптации, не столько для создания нового, а для реализации тех вещей, которые здесь есть. Потом он очень удачно символирует состояние, например. Если эта кнопка, она должна нажиматься. Как обвинь-нажер, нажать на фотошоп это инвестирует не так удобно. Соответственно, состояние может быть гораздо больше. Это могут быть всевозможные флспоты. Нажали сюда, перешли на другую страницу. Это будет реально работать. Живо. Хорошо. Дизайнер сделал, извините, для меня важная тема, я эгонист, вы говорили, что эгонист полезно, если подокладать назад. Смотрите, но мне интересно, какой результат на выходе? Я сделал макету, которые меня устраивают, как дизайнеры. И что я передаю технологу? Возможный выбор. Можете отдать свой рамп. То есть, если вы за шоком, это был PSD. Ну да. И технолог, это реально бы все разбирало в запчасти, адресовывало бы, программировало бы и так далее. Здесь же уже наслайсили проект. Каждый слайс описывал в личном имейле, который экспортируете, вы получаете особого рода ПНГ, плюс еще снимок вместе с ним. Этот формат в личном имейле откроется любым редактором. Я люблю в Медрингривер, потому что у них интеграция очень плотная. Они прямо в связке работают. В Дрингривере этот сект уже будет поделена, нарезана. Те форменты, которые живые, будут уже живые. Все, что можно туда добавить, готовые дивы вставляются и дорабатываются. Вот эти вот вещи, они помогают осваиваться сообщественными вещами. Это не сильно обязательно. Просто если я в Дрингривере хочу эту штуку реализовать, в Дрингривере я уже должен стать. Потому что в праве Дрингривере это тоже такой масс-продук. с одной стороны это, безусловно, профессиональное решение. С другой стороны, я, если говорить, я, тут наверняка, тут есть секция технологов, я думаю, что ни один из них не пользуется треймвейером. Прямо религиозным соображением. на самом деле, вот ими. Потому что соображения должны удобства быть. Если кто-то из них религиозно утверждает, что Дрингривер нельзя трогать, это лаковское решение, а сам в ночи заперешься в туалете что-то в Дрингривере делал, что-то удобное, я скорее за такой платформы. Не такой, что в логике. Я думаю, вам нужно сделать такую вирусную роль технолога, который заперся ночью в туалете делает что-то прямое. Да, да, да. Я сейчас по обеду уже посетил идею, потому что я помню, естественно, косметическое за, там, шесть месяцев, я не знаю, сделаю тебя красивым на один день. Фотошоп навечно. Ну, короче, это средство универсальное, это часть подхода со светами. Мы хотим вооружить инструментами, чтобы своими руками решить такую задачу. Хотите ли вы, это вопрос другой. Вы говорите о том, что наоборот, роли делятся. Но если кто, перед ним стоит задача сделать себе приложение для iPad, печатное издание, издание интерактивное какое-то для публикации в интернете, инструменты все там, это один из них. Потому что в перевере я не буду знать, как эти проекты называются, я должен информацию получить. Вот оно. Спасибо большое. Извините, что я вас перебиваю. Подождите, только кого-то еще... Да, я не остановлюсь. Да, да, пожалуйста. Это, опять же, открытка есть такая хорошая на день рождения. Когда работал, я знаю, что я много раз стал тебе с крепкой на стол, обижал тебя, ставил подножки. В этот номинарный день я хочу, чтобы ты знал. Я на мере продолжил. Так что, ты за это. Что касается самого Диабивия. Диабивия нам позволяет делать адаптивные сайты теперь в совершенно мультуральном образе. Вот, скажем, вот эта страница, которая здесь летает в разработке. А где будет Chrome? Ай-яй-яй. Я вам похож на... Странно, что в Adobe нет права за свой год. Но столько... Нет, как раз не странно. Нет, но это та же причина, почему у нас нет своего 3D решения. Да, зачем изобретать велосипед, если есть множество прекрасных решений. Я думаю, вы сейчас договоритесь, а через такой он запустите. Короче, много прибор сайтов, которые у нас там открыты. Надеюсь, сейчас вот вырисуется. Вот тоже адаптивная сетка. Когда мы перешагиваем одну ширину, 4 карты так постоянно превращаются в 3, перешагиваем другую ширину, вот набильная раскладка. Как 3D позволяет вам решать эту задачу? Подход подобный того, что вы видели в других листах, но самое главное, что это все происходит все там же в одной крыше. Соответственно, если я сейчас буду создавать новый сайт, я могу создать создание нового флюк-ритлэяна. Тут я задаю, какие ширины для меня являются второго губа при перешаге, через которые происходит перескоп на следующий пакет. Соответственно, я могу задать в процентах, а не пикселах, что для многих очень ценно, ширину колонки и процент ширины, который занимает доступной шириной экрана. Соответственно, настрою все эти вещи, настрою количество колонок, с которыми я хочу работать, я автоматически, кстати, выбрал еще и тип, в данном случае стебло пятны, я автоматически создаюсь в CSS, который будет все это дело обслуживать. Этот CSS подключится автоматически, а я получаю возможность, опять же, визуально работать в этих трех раскладках с общими дивами. соответственно, эти дивы у нас могут подключаться или отключаться на разных верстках, и таким образом мы формируем сайт, где что-то переверстывается, где что-то используется или не используется, скрывается, и таким образом мы видим то, что мы видим, потому что, скажем, здесь у меня четвертая картинка, это див, который видел на этой раскладке, а на этой раскладке он скрыт, соответственно, здесь они выходят вообще. Поэтому, если подниматься общими элементами, отключать их, отключать на разных этих заготовках, мы можем вот так вот гибко создавать сайты адаптивные, непосредственно в 3B. Также, например, поддерживают еще и многие из пропорций, которые до нас тут цепы. Сейчас я отключу отображение всяких подсказок, а заодно включу живую нарисовку кода, то, что я затравил про это решение. И я увижу, как этот сайт живет, и увижу часть проблем, которые с ним происходят. Потому что, например, здесь у меня количественное меню, которое непрозрачное. Допустим, это метод эффект, который я хотел получить. Я сейчас, пожалуй, возьму и попробую как у меня это правило называлось? Headtop. Вот оно. Вот. Я только вижу, например, что цвет, который тут используется, это просто непрозрачный и непрозрачный. И коричневый. И чтобы не мешать, например, выбрать другой формат цвета, это новая возможность. И, например, я возьму, что вот этого 16-тиричного, я выберу RGVA. То есть поддержка, конечно, канала полупрозрачного. И вот здесь, задавая этот цепень, потом промахнулся. Одной рукой это не так удобно, как я хочу сказать. короче, короче, давайте я выберу тоже количественный цвет, Но сейчас вот здесь, вот там, где у меня величина 1, полностью непрозрачный, допустим, наберу целых 30-тиричный. И, соответственно, я вижу, как у меня эта вещь стала полупрозрачной. Это решанная из многих-многих CSS-пропертей, которые позволяют это все реализовать. Так или иначе, все это делается здесь и выкидали. А в идеале это делает гораздо более гибкую работу, потому что, если в этом была картинка отрисована катастроф, присядьте, принимайте, сколько усилий потребовалось, чтобы обновить ее и вернуть обратно в макет. Здесь же об этом выпадает необходимость, совместима со всеми платформами, здравствуют новые технологии. Последнее, на чем я хочу остановиться сегодня, хотя мог бы бесконечно продолжать, это статурный 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 акробат. Потому что он очень неноценен у нас, опять же, в стране тоже, потому что в первую очередь инструмент деловой. Но я сейчас хотел бы вам показать его не столько деловую сторону, очень практичную, касающуюся ничего. Посмотрите одну страничку, как ее рисует хром. Это кто-то какую-то фотку мою с ликой поставил, я хотел здесь архивировать его, и что это получилось, сейчас покажу. Получилось из этого вот, вот так отпечатают хромом большинство других браузеров. Мы из вас видели эту картину, пытается распечататься. Соответственно, у профессионального макета не осталось почти ничего. У Акрова тоже есть стройная возможность, которая называется создать из двух страниц, и здесь выражается не только адрес, тут есть возможность задать глубину вложенности ссылок, так можно активировать целый сайт. Соответственно, здесь вы настроите все, кодировки до степени вложенности и так далее. Формат бумаги, но результат, который вы получите, будет выглядеть примерно вот так. Вот та же страница с архивированным акробатом формат ПДФ. Мы видим, что пускай это тоже не идеально, но это куда ближе, потому что мы имеем нисходные страницы. Более того, все эти ссылки живые, то есть, например, любая активная ссылка, которая здесь была, остается активной. Если там вот такой слышен опять, даже он строится ПДФ и останется живым. видео, аудио и интерактив в фишевом формате также прекрасно существуют. И, как я сказал, это может быть архив целого сайта. И также я хотел вам сказать, что акробат 11-й версии последняя версия вышедшая буквально на прошлой неделе. Край. Согласен. Да, да, да. Мы тоже немножко как называется? У нас по-моему это слово отдельное мы уже смистим. Раскакивает слово. Вот он до крайней. С предрасудки. Неважно. Я знаю, я просто никогда не называю ваншер-файлы пытность директору по производству в издательском доме. Я был запрямь назвать файлы с офисом final. Это очень плохой знак. Final 1, final 2. Да, да, да. Испонечно. Поэтому лучше даже не начинать. Очень опасный прецедент. И последнее, что я хотел сказать, что подъехт можно экспортировать в очень корректный HTML с помощью формата. Опять же, есть возможные форматы, которые просто не пересекаются. Идеально это не будет. Но с другом можно получить очень удобные результаты. И я думаю, я выбился из своего получателя, но надеюсь, это не будет. нам очень приятно вас здесь видеть. Спасибо. Я думаю, что вы походите. Как все, мы все живем в Аддобе, что бы вы ни делали. У меня есть один интимный вопрос. Скажите, когда вы интерфейс на Септодритину перерисуете? Это не просто. Подъехать и сам, если вы выглядите в Аддобе. Я шучу. Но я не видел, это совершенно официальный. Я знаю, что один продукт только вышел. Пока никто не вышел, фотошоп выйдет первым и прямо в отвод уже. И есть также список продуктов, которые вместе с ним получат эту поддержку. На самом деле, это нешуточная работа. Взять фотошоп, там пойдет на 20 тысяч иконок, если набрать все все серии меню интерфейса. И, как понимаете, переход на литер, это перерисовка каждого из них. Но это вопрос подхода первоначального. Да. Но, честно говоря, 30 лет назад мы можем на 20 лет. А что, вот этот 6-й 30 лет назад разрывал? Протошоп 30 лет на своем не слышу. Нет, не по последней версии. Хорошо. Ребята, есть ли вам вот, Дима Новиков, он любит Fireworks и все остальное? На самом деле, рисуем исключить в иллюстраторе дизайн-интерфейсов. А вопроса два, на самом деле. На самом деле, два вопроса. Первое, это Старфдеки, Адоба, касаемо иллюстратора, в какую сторону он будет двигаться? То есть, в сторону людей, которые рисуют иллюстрации, или в сторону тех, кто разрабатывает интерфейсы? Мне тоже очень волнуются. В какую сторону Fireworks, куда будет двигаться? Кто идет в сторону веб-разработки? Ну, как смотрите, есть у нас такая, там, где говорят, иди в, или на, мы говорим, мы не комментируем будущий план. Но это не значит, что я собираюсь начать с первой части, потому что тут просто есть логические моменты. Ну, это правда, мы не имеем к вам комментировать будущее, но... А можно прокомментировать еще? Мы, компания, по-моему, вот здесь сейчас, которые, они тоже иллюстрации реализуют исключительно интерфейсы, иконки и так далее. Очень много костылей существует, там, каких-то своих хитрых приемов, о которых на Adobe TV этого нету, в интернете практически этого нет, ничего, но сам продукт, на самом деле, гораздо быстрее для разработки именно графических составляющих. Я, кстати, вот здесь ... Опять же, не нужно перерисовывать вам эти иконки и так далее. Да-да-да, конечно. Потому что вдруг были отношения к готовности иллюстраторам. И, собственно, в чем вопрос? Можно ли как-то задействовать компанию Adobe, чтобы, ну, как-то улучшать продукт? Давайте отмечу на все вопросы, да, по поводу будущего и так далее, в Road to Ride, так называемый. Я как раз сказал вам словно об этом, что иллюстратор наконец-то нашли четырех пик. Мы хотели это долго, но это чудовищное усилие огромнейшее затраты человека-ресурсов. Наконец-то это случилось. Сначала дорожка проторила. Сейчас все то, что иллюстраторам хотелось бы сделать, но не было возможности, теперь возможно технологически. Поэтому, я думаю, следующая вещь может быть очень интересная. Но вот куда она пойдет? Куда она пойдет? Смотрите, это очень интересная вещь, а ресурсов. в том, что дизайн интерфейса это достаточно специфическая вещь, правда? Поэтому, какие-то узкие нишевые вещи менять не будут поддерживаться. Однако, фокусная разработка экранной графики это наше направление где-то уже три года назад смятой версии. Когда у нас появился Pixel Preview, который мы дали как пользоваться, когда пристегивается все жестко границы пикселов без отрядаясь которые этому мешают. Когда есть возможность работы с символом, который я датировал. Например, вот здесь мы видим пример, где прекрасный пакетик. Кстати, если кому интересно, где он существует, я специально сейчас зашил кодик, можете его сфоткать. Смысл в том, что мы можем сейчас в паровой группе подредактировать все иконки необходимые для оплатного приложения. Например, я сейчас возьму с символом, если успею, этот символ, который у меня здесь был и внесу в него какие-то исправления. Например, возьму это узбелье прекрасное, поставлю там чуть-чуть. Что с ним вообще? Что с ним? Войкинте, он не судьбой за этим. Ну, хорошо, ладно, да. Но что делать, если у меня другой символ вот здесь? Допустим, мы эти обновились, а что быть с этим лёгком, который по-другому будет? А тут я могу, допустим, напираясь на другой символ, например, вот на этом, взять и поменять цвет этого градиента на какой-то другой и не вопрос, у меня это поменяется везде. Вот такая степень редактируемости независимой в фотошопе конечно же нам не снилось. Поэтому... Вы так унижаете в фотошопе мой любимый всё время тебе. Вот такое ощущение, что он стал самым нишимым. То есть про него так мало говорят и всех иллюстраторов и ворокс там чёрт лысый новые продукты. Фотошоп наше любимое детище, да, ну просто есть люди, которые с него начали, им же закончили. Это тема про меня вообще. Да, ну тогда постараюсь вас наскорблять, но хочу сказать, что для каждой задачи есть идеальный инструмент. В фотошопе можно сделать всё, что угодно. Вопрос, сколько времени потратить, насколько мы будем реакцированы и удобны в работе для вас и для тех, кто после вас. Спасибо. Ребята, давайте ещё надо вопрос. Есть? Есть. Давайте есть можно какие-нибудь попробуйте. Позаковорить. Полаконичнее. Нет, позаковоримся. Просто позаковоримся, и вы полаконичнее отвечаете. У меня очень узкий вопрос. То есть я файлорксом пыталась пользоваться для своих задач, и момент такой, страницы разные, высоты бывают, и футер удобный, чтобы он всегда внизу, и при этом на каждой странице одинаковый. Но вот, когда я на одной странице, он меняется положение и на других. Ну, посмотри, мать, я думаю, это было бы проще, но футер на переменной высоте висит, это так не решить автоматически. То есть нет такого, да? В файлорксе информации нет. Есть ли решения другие, вы слышали этот принцип реализован, пристегивание к границам макета? И мы не на дизайне тоже, то есть, да. Но не в файлорксе пока нет. Файлоркс. Спасибо. Ждите следующего релиза. Можете предложить версию? Это часть вопроса коллеги с краю, потому что форума для заказа функционалов, она практически... Если все веб-разработчики мы еще... Что для веба вы нам дадите? И мы не можем понять в фотошопе, в иллюстраторе... Для веба мы вам не поможем кодировать, веб поможет делать без кода. Нет, я рад, но чем? Хотя нет, кодировать тоже поможет. Дима в иллюстраторе я в фотошопе, кто из вас прав? Кто-то делает что-то в файлорксе? Кто прав? Что? Прав тот, кому вебная работа. Если одну эту задачу взять, вы ее делаете, Диму ее делаю. А потом есть задача, что-то там поправить. Померить время, сколько вы, потратить сколько вы. Дима, вы спереди. То есть, все по-хорошему, конечно. Но по-хорошему, конечно, потому что, особенно сейчас, если случится подписка, о чем мы все мечтаем, у вас в в руках огромнейший набор профессиональных инструментов. За 1,99 долларов. Ну, в идеале, да. Объятно будет не пользоваться именно наившим образом, делать что-то неэффективное. Скажите, вы показали в классном естественном, когда вы скоткаете что-то на iPad, да, и потом это можно через облако перекинуть в настройную версию. Ну, что-то, а кого-то. Ну, кого-то, да. Расскажите, есть ли обратный юзкейс. То есть, сейчас для того, чтобы какой-то свой файл, который у меня есть, там, макет, подправить быстренько на iPad. Мне обязательно нужен допуски клауд. Беда в том, что не всегда под рукой есть Wi-Fi. Да, и он очень медленно, и файл очень большой. Есть ли какой-то вариант, давайте, потому что я так понимаю, что Photoshop специально сделаю дешевую тачку, чтобы подписка была как-то дорожная. Может быть, такой же файл, как новый Dropbox не существует. На самом деле, Dropbox не отменялся, он решает эту задачу для вас, мне кажется. Наше, у нас, это движется в том же направлении. Пока оно не предлагает инкронизацию оффлайна, но в онлайне, когда Wi-Fi у вас таки под рукой, примерно так оно работает, как в PC. Ну а файлики-то небольшие, но все, ну что с этим делать, нет, активизаторы для таблеток пока мы не сделали. Ребят, есть еще вопросы у вас? Ну давайте, тут еще, последние два вопроса, и все, поближе, помогу вам. Хорошо? Ну это вопрос тоже, что в Reiki Cloud, там будет, ну хотя бы, или как оно там, на Западе сейчас, одну программу, насколько я знаю, можно увидеть, или Master Collection? А вы смысл, что Master Collection плюс, но и другой? А если не вот, допустим, Production? Нет, это можно купить по штучному. Нет, а если не везде, вот вообще, будет какой-то вариант? Ну там, есть определенные комбинации, вот, но это не только Master Collection, можно и уменьшенные какие-то пакеты там сейчас собирать, но как-то будет выглядеть у нас, я не верю, скомпентирую, подняйте. Будем надеяться, что вибрация какая-то будет, но я не буду начать. Секундочку, сейчас я приползу. Здравствуйте, собственно говоря, у меня два вопроса. Первый, это насчет Edge, когда он будет под Windows, и второй вопрос, я устанавливал утилиту для анимации, и очень понравилось, как экспортировался с помощью подключения Chrome, это нормальное решение, или что-то будет взамен? Ну, варианты есть разные, я не знаю, что там Microsoft будет поддерживать, не будет, опять же, неизвестно. По поводу доступности на Windows, он доступен на Windows, просто, потому что это нервиское приложение внутри, поэтому ставится примерно один код и на Windows на Macintosh. А по поводу комплектного метода встраивания хромовской анимации от Explorer, нам тут нужно упираться в планы компании, я имя Владимировна. Спасибо большое, давайте поаплодируем. Спасибо.